всем привет друзья как видите я у свинок прошло не знаю дней 5-6 это пороса и уколол им вчера железо не было возможности приехать когда приехал туда и приехал и поросят кормит травку живет есть бы неплохо он не доедает бьем утром и вечером по два куриных яичек и хоть как-то и подержать что-то да прям балована девка темно темного став сарае было 2 меня лампочка я цыплят переводил с фазанами клетку там сгорела лампочка забрал отсюда на купить какая ситуация ребят самый маленький тот поросенок пропал такое бывает от этого никто не застрахован остальные вот 13 пока петлю тьфу одевание и худенький но кто-то потолще кто-то потолще на спиночки блестят животики есть зареза прокололи через неделю проколю еще раз я думаю все будет нормально пришлось приглашать еще сосед не сосед чем местный ветеринар входил еще два дня проколол бони окситоцином потому что все таки мало вас то было молока но мне ехать не было возможности в этом прокололи еще и сарае жарко под лампой не спят но лампа все равно еще включена вот эти ел ел и заснул офис ска проснулся на потешные вальки того так пересмотрел приличное количество кабанчиков дешевле на кастрации по вопросу буду ли правда ребят буду продавать по цене не знаю даром отдавать не буду более-менее по приемлемой цене лучше тогда будет оставаться мне уже как-то буду кормить как-то для своих потребов и нужд убирать бесплатно давать не буду ну вот так потому что свинка хорошая свинка очень крупная поросята должны быть крупными бесплатно раздавать не буду в том году да я помашки на поросятом очень дешево продавал но на свинка была намного меньше два раза поросята были меньше но огонь или в том году ходили неплохо по приемлемой цене последим за ситуацией еще проколю еще раз железо но там посмотрим но камера меня не очень света мало так на их покормит а так они и спят в основу кто под лампу сейчас тепло очень на улице у нас больше 30 градусов не знаю может даже лампу выключить эти все черненькие и дело такого серенького цвета интересный получился ну хребет на 6 не купил этот рассердность еще раз обязательно куплю это шею три по синих вешал но эти вообще забиты все мухах очень это ничего не сделаешь и сейчас вы видите здесь сено там сено там опилки в общем есть солома это все надо убирать и как-то уже немного разрабатывать возможно машка будет пороситься там маточник и перекрою там есть дырка сюда и ходить поросята бонины будет здесь там он две туски откручу и более будет жить на самом втором месте по мере необходимости будут к ней ходили посмотрим когда будет проситься машка или белка я еще точно не придумал как назвать на звено то это у него будет первый опорос поэтому будет немножко нелегко опять же даты мы не знаем даже когда бы не опоросилась без даты ну я раз приезжал не опоросилась на второго суры пошло на колокону признаком был у нас сломала полностью корыто то есть начало вести себя очень неспокойно полетит вы спуске вот ничего не видно будут хотя тоже самое ну вот таки него или же ну не знаю если дойдет до отлучки то боня поедет на свое место сюда к маске поросят если не поддадутся здесь у меня кто помнит два загона на дверь и вторая дверь то есть возможно просто буду здесь немножко верить сюда для опороса это еще как говорят вилами по воде писано будем смотреть как она будет пока вот так как есть монета я не пусть немножко агрессивная злая или выгоняли когда колоть поросят все свои 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 не укуси хоть меня скажи разбудил детвору не придавил порозилка может поесть что-нибудь это так хорошо придумал водичку пьет поросят несообразительные в туалет сами ходят уже вот сюда вот тут то есть хорошо что не ходят не в маточнике не дальше не придави эти трое застряли хорошо что на одной стороне кормит он на другой потому что не все поросята соображают что есть еще нижний ряд плохо достают ну вот такие дела все ребят всем спасибо за внимание всем удачки и всем пока кому понравилось видео ставьте лайки всем пока пока а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok